Издревле на Руси яблочный спас был одним из наиболее широко отмечаемых праздников. В это время в деревнях устраивали большие праздники, отмечая не только преображение Господня, но и встречу осени. К этому времени в садах созревали яблоки. Их собирали, ели с медом и с сахаром, а также готовили из них разные блюда, например, пироги. Причем у каждой хозяйки был собственный рецепт приготовления яблочного пирога. Поэтому, приходя в гости, можно было отведать какое-то новое вкусное блюдо. И будем и компоты крутить, и делать всякую повидлу на зиму, все такое вот. Пироги спеку. Я бисквит пеку с яблоками. Очень вкусный. И много еще туда можно добавить всяких яблок с огорода. До второго спаса есть яблоки запрещалось, а первые собранные в этот день плоды освещали в церкви, и только потом их можно было есть. Смещение всех плодов. Яблок, винограда, груш. После этого считается, что можно все уже кушать. А до этого еще земля не освещалась, плоды. Тогда лучше нельзя было вообще-то кушать их. А вот сейчас уже можно. Просто даже когда скушаешь их, лучше мусор на ведро не бросать, а куда-нибудь в землю, потому что оно считается освещенное. Люди, имевшие сады, считали своим долгом в этот день угостить плодами больных, нищих и сирых. Тех, кто нарушал этот обычай, считали людьми непорядочными. На ярмарках устраивались торги, на которых выставляли целые телеги с яблоками. И, конечно же, с яблочным спасом связано очень много примет и обычаев. После второго спаса дождь хлебогной. Все уборочные работы, которые связаны с зерновыми, необходимо закончить до этого дня. Пришел яблочный спас, ушло лето от нас. Каков второй спас, таков будет и январь. Если в этот день стоит жара, то снега в январе будет крайне мало. Ну а если постоянно дождь, жди снежной зимы. Если муха дважды села на руку в яблочный спас, то вас ожидает успех. А доедая последний кусок спасского яблока, можно загадать заветное желание. И оно обязательно исполнится.